Правильно для женщины соглашаться с мужем, когда она что-то настаивает. Соглашаться не так, что типа, да, я совсем согласна, но у меня нет своего мнения. Не так. Соглашаться с другим способом. Надо ему говорить, я принимаю твое мнение. Я согласна с тем, что у нас так будет, но у меня остается свое мнение. Я согласна с твое мнение, принимаю твое мнение. Да, мой хороший. Когда женщина так говорит, то мужчина успокаивается в своем сердце. Он чувствует, что жизнь течет в правильной после. И то утверждение, которое он сделал, становится для него неинтересным. Так и если мужская психика. У женщины же никогда такого не бывает, чтобы ее желание пропало. У мужчины желание может пропасть в зависимости от необходимости. У женщины желание никогда не пропадает. Потому что внутри женщина как камень, у нее каменная психика внутри. А мужчина внутри очень мягкий, он может поменяться. Мужчина твердый снаружи. Для мужчины важны принципы в отношении. Для женщины важно, чтобы с ней было, произошло то, что она хочет. И это все совпадает, когда оба вернутся разумно. Хотя бы один из них. И так как семейная жизнь зависит в основном от женщины. Семейное отношение в основном зависит от женщины. Потому что женщина является объектом любви. От нее исходит энергия любви. Вокруг нее живет семья, вокруг женщины. Вокруг матери живет семья. Поэтому проще в семье, хотя можно и по другому. В проще в семье, когда женщина первая правило себя ведет. Ну а если мужчина будет первым себя вести правило, тоже произойдет все хорошо. Празницы никакой нет. Просто для женщины семейное отношение важнее, чем в мужчине несколько раз. Ценность семейной жизни и счастье от семейной жизни у женщины больше, чем в мужчине. А у мужчины больше счастья от достижений и побед в этом мире, который он имеет. Хотя собираются эти навыки от раздуров. У мужчины и женщины. Но я ни в коем случае не утверждаю, что женщина должна первая решать проблемы. Нет? Первый должен знать, кто решает проблемы, как в Думе. Нет, тот, кто пришел на эту лекцию. Потому что Бог выбрал вас. А? Слово решает. Значит, обоим придется решать проблемы. Итак. Я приведу сейчас вам пример. Приведем статистику. Допустим. Решается вопрос, куда поехать в отпуск. Муж хочет Европу. Нет. Муж хочет в Африку. Охотится на этих… Ну ладно, не охотится, просто в Афру. Вот. Жена хочет Европу. Сейчас мы будем говорить с мужчиной. Общаться с мужчиной. Потому что женщин часто бывает со мнением о том, что я говорю. Я буду общаться с мужчиной. И так жена хочет Европу. Вы хотите в Африку. Жена согласилась с вами, что она готова поехать в Африку с вами. Согласилась полностью. Ведет себя смиренно, послушно. Но поплакивает. Мне в Европе знакомые там, друзья. И хочется как бы в Европу. Или она просто любит этот климат. Она поплакивает иногда. Но она полностью согласна. Приняла вашу точку зрения. И говорит, да, мы будем делать так как-то больше. Теперь у меня вопрос. Поднимите руки мужчины, которые все-таки отстоят свое мнение и поедем в Африку. Поднимите руки. Есть такие? Один человек. Хорошо. А поднимите руки те, которые в конце концов все-таки уступят жене и поедут в Европу ради жены. Поднимите руки. Поднимите руки. Патрили в зал. Поднимите руки. Представляете свою женщину. Телефис с вами поговорить. Почему вы так поступаете? Да? Микрофончик мужчина? Он нас уникальный. Он один. Есть микрофон один? Теперь, куда делся микрофон? У него он громко, говорите телевизор. О, он у нас громкий. Лучше микрофон. Ну давайте, пока микрофона нет времени, не будем терять, говорите громко. Ответьте мне, пожалуйста, на этот вопрос, если вы хотите отвечать, конечно. Почему все-таки вы поедете в Африку, несмотря на то, что жена выбрала свое, она хочет в Европу? Ну, что можно убедить в том, что в Африке будет интересно? Нет, мы не будем без микрофона, нам нужно отвечать завтра. Не-не-не, подождать не надо, вы очень важны для нас сейчас, ваше мнение очень важно. И без микрофона мы не сможем, нужен человек с микрофоном в зале, предназначен. Подождем немножко, сейчас придет микрофон. Он куда-то убежал, микрофон. Ну, два-два микрофона цена, скажем, нужно. Вдруг они пропали все. Сейчас мы с вами откроем одну тайну большую. Ваша жена с вами, правда? Супер. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Ну, во-первых, если муж и жена строят какие-то планы на отдых, вот, если мужчина там переберет на себе ответственность и говорит о том, что вот надо ехать в Африку, вот, значит, он знает, почему туда надо ехать и сделать ее счастливой. Ну, вы сказали еще одну фазу важную, что жену всегда можно убедить. Так, видите? Да, я здесь, да. Так, интересно, хорошо. Давайте, ну, убедить, допустим, сказать, что мы заедем в Европу там на день-деректе. Ну, поедем в Африку. Мы сказали, что можно убедить ехать с Африку. Давайте назад в микрофон жене. Да, да, пожалуйста, встаньте. Давайте будем при деле честными. Вы хотите в Европу, но вы хороший, скромный человек, вы подчиняете своему мужу полностью. Скажите мне честно, если он так поступает, прям сильно хотите в Европу, но повезет вас в Африку, потому что он вас убедил. Вам он там хорошо, в Африке или нет? Ну, возможно. А сколько вы вместе живете? Пять лет. Возможно. По-женски означает, нет. Я разумею. Это разумная женщина. Я вас уважаю за ваш подвиг ради мужа. Вы сделали очень много. Садитесь. Послушайте теперь меня, мужчина и женщина. Мужчина, который не понимает женскую природу, часто может пострадать в отношениях очень сильно. Женская природа, она устойчива к желаниям. Женщина не может менять желания, даже если сильно хочет. Она может наступить мужу во всем и поехать в Африку с ним. Но в ней в сердце останется недовольворенность. Она почувствует, что жизнь течет как-то в каком-то неправильном русле. Это удовлетворенность по тому. А поднимите руку женщины, которые со мной согласны. Смотрите в зал. А теперь поднимите руку женщин, которые со мной не согласны. Смотрите в зал. Видите, ни одной женщины нет, которая со мной будет не согласна. Это ошибка в мышлении. Мужская ошибка, чисто мужская ошибка, что мужчина же хочет побеждать женщину все время. Он хочет, чтобы было все боевым. И вот этот перегид в желании побеждать, он приводит потом к дальнейшему такой схеме, что женщина, зажимая себя постоянно, в конце концов приходит депрессией. И потом дальше в ней происходит взрыв психический, который заканчивается разрушением семьи. Но проще женщине не вести себя таким образом, чтобы всегда во всем подчиняться мужу. Женщина не должна зажимать свои желания, это неправильно. Она должна подчиниться мужу внешне. Но давать обратную связь ему, что я как бы согласна с тобой во всем, но хочется Европы. И может быть, может эта семья поедет в Африку. Но таким образом она поедет в Африку, что муж скажет, что прости, пожалуйста, дорогая. Понимаю, что это не самый лучший вариант решения вопросов. Но в этот раз нам все-таки придется поехать в Африку. А в следующий раз обязательно только в Европу. Но если это действительно так, если действительно в этом есть крайняя необходимость, а если такой необходимости нет, то надо ехать в Европу. Потому что в этом мире мужчина – это тот, кто совершает аскезы ради отношений, а женщина – это та, которая получает плоды отношений. Если мужчина получает плоды, а женщина совершает аскезы в отношениях, схема перевернута, она приводит поражение всегда. Женщина красивая, она наслаждается жизнью. Если женщина не наслаждается жизнью в отношениях с мужем, она станет терять гормональных эмоций и может даже родить ребенка. Она теряет все. Поэтому женщина должна наслаждаться в отношениях. Мужчина должна давать возможность ей наслаждаться. Но женщина, чтобы наслаждаться в отношениях, всегда должна быть подчинена мужу. Вот этой девушке уже много сделано, но у этой девушки много сделано, ей осталось только учиться доносить мужу свои переживания. Не зажимать и подоносить, что я вот все-таки Европу все-таки хочу. И в Африке мне будет немножко тяжеловато, из-за того, что я все равно хочу Европу. Потому что у женщины желание поменяться не может. Это невозможно. Оно не меняется. Женщина внутри как камень, очень статичная. Но мужчина при первом приближении к женщине этого не понимает. Ему кажется, что она очень динамичная, ее можно прогнуть по всякому на свою сторону. Это полная иллюзия, так думаете. И мужчины, которые постоянно прогибают своих жен, женщины постепенно становятся очень твердыми в отношениях с ними и непреклонными, и рубят эти отношения в конечном случае. Так женщины уходят от мужей. Когда мужчины постоянно зажимают волю, то женщина постепенно становится очень холодной в отношениях и рубит эти отношения. У кого так произошло? Вот смотрите, сколько несчастных ситуаций. Поэтому нужно понимать природу друг друга очень глубоко. Также надо знать, что никогда женщина не должна напрягнуть противостоять мужчине. Это разрушает психику конкретно. То есть у мужчины в этот момент срабатывает вот этот тетушиный рефлекс. Он или будет биться за свое до конца и погибнет, или станет тряпкой, просто не мужчиной. Потому что если женщина напрямую противостоит мнению мужчины, то она разрушает и мужчину. Мужчина и мужчина родился, чтобы побеждать, а не пройдует. А женщина родилась женщиной, чтобы уступать, побеждая. Уступать и побеждать, а не доказывать и побеждать. Понимаете разницу в мышлении? Это обязанности. Я говорю обязанности. Не означает, что психика так работает. В начале лекции мне одна женщина сказала, что я, иначе, я непослушная, категоричная, всегда по-своему хочу. Это природа каждой женщины внутренней. Непослушность, категоричность, хочу по-своему. У каждой женщины такая природа внутри. Но у каждой женщины также есть разум, который может вести себя абсолютно иначе. Разум, ум у женщины категоричный, непослушный, твердый. Разум у женщины мягкий, покладистый и некатегоричный. И это все проявляется через любовь. Например, если женщина любит ребенка, то как она себя ведет? Мягко, покладистый, некатегоричный. С ребенком. Уступает ей в нужных ситуациях, ведя себя твердым. Ну а если нет любви, а есть желание пользоваться человеком, вожделение, тогда женщина ведет себя по-другому. Она капризничает, категорично себя ведет, жестко не уступает и так далее. Это разрушает ее жизнь. То же самое касается мужчины. То есть у мужчины разум очень твердый, преклонный, категоричный. Он мягкий, уступчивый. По-другому. Мужчина должен дать женщине возможность плыть в свою сторону. Это надо делать с помощью разума. То есть смотрите, схема такая. Женщина – это река, река жизни. Жизнь даже – это женская энергия, не мужская. И смерть – это тоже женская энергия, смерть женского рода. Я чувствую, когда смерть рядом человеком стоит, приходит его жизнь, значит, он в ближайшее время должен оставить его. Когда это происходит, человек начинает чувствовать, что у него ничего не болит. Обычно при тяжелом заболевании, каком-то человек мучается. Но в тот момент, когда приходит смерть, он говорит, да, я все почти выстрелил, у меня все хорошо. Значит, в течение двух-трех дней он оставит тело. Да, смерть приходит, она женского рода, она успокаивает человека, расслабляет его. Женская энергия расслабляется. И женщина, и мужчина. Жизнь тоже женской энергии. Жизнь течет в теле женщины. Мужчина служит жизни, а женщина живет. Мужчина тоже живет, но он служит жизни. Когда он служит жизни, он тоже живет. Должен иметь какую-то миссию в жизни, цель. Женщина, цель – это жизнь. Женщина течет, как река, мужчина является берегами. Когда женщина течет хорошо, когда берега, они для реки очень мягкие, то есть можно на них заплывать, вот так заплывают на них, но они очень крутые, далеко не заплывешь. Если берега мягкий и не крутой, то река на повороте перетекает, растекается и высыхает. Она теряет себя. Поэтому берега должны быть настолько крутыми, чтобы женщина поняла, что я могу заплыть, но переглыть невозможно. И тогда она успокаивалась. Ее желание выполнено, она свое доказала, но она находится в рамках. Например, вы можете спросить мужа, можно я пойду на лекцию? Если разумный мужчина, он даст невозможность течь. Он скажет, можно. Но если я замечу, что у тебя какие-то другие идеи по поводу доктора Пацновова, когда начнутся какие-то мысли по поводу него, тогда ты на лекцию ходить не будешь. Стоять в качестве. Понятно, и она успокаивается, когда она понимает, что все правильно. У нас затекла немножко, свое удобилось, затекла дальше. Женщины очень комплексивны национально привыкли. Они могут затекать никуда куда надо. К этому есть мужчины, которые их ограничили. Женщины постоянно меняют эти интересы. Женщины постоянно меняют, что одно ей нравится в другое. Она сильно увлекается. Но когда есть ограничитель, ей легче жить так. Иначе ее унесет просто. Может унести в другую жизнь какую-нибудь. Да? 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 Слово мужа для меня это слава Бога. У вас хороший муж? Да. Но это значит, что для вас слова мужа, как слова Бога. Когда человек находится в лакости, то он является представителем Бога для близкого человека. Когда он находится в страсте, то он иногда представитель Бога и иногда нет. Когда человек находится в невежестве близки, он не представитель Бога никогда, но все равно надо вести с ним правильно. Я отношусь к своему мужу как не представитель Бога. Потому что он таким не является, правда ли? Я в этом уверена. Да, но бывают другие варианты, понимаете, что мужчина может вам сказать «пей вино». Вы будете выполнять эти наследия или нет? Нет. Понимаете, о чем я думаю, что это Ваш случай? Да, я просто хотела уточнить по поводу папы и Африки. Можно? Да, да. Если муж рассказывает, что она была в бывшем Африке, я так понимаю, я соглашусь с ним и подумаю «да, наверное, хочется туда поехать». И не буду сожалеть. Или я не могу? Нормально. Если Вы не хотите в Европу, то Вы соглашайтесь с ним и поедете в Африке. Спасибо. Просто не понимаете, что такое желание женщины? Вы же не понимаете это? Нет? Сейчас объясню. Допустим, Вы говорите «нам пора начинать ребенка». Муж говорит «нет, не пора». А Вы чувствуете, что пора. Согласитесь, мужем? Я выполнил это, как он хочет. Видите, Вы говорите уже другие слова. Вы до этого говорили, что я с удовольствием поеду в Африку. Сейчас уже Вы с удовольствием это делаете. Совершенно. Потому что я Вашу ситуацию разбираю уже. Вашу. Видите, Вы сразу из теории пришли в практике. Я чувствую, что Вам пришло время начинать, но почему до сих пор этого не сделают? Может, не хочет для детей? Да. Вы смотрите, я просто еще раз поражена в память, в тренировании, в низком поклоне. Да, действительно, есть такая ситуация. Муж не хотел ребенка. Но Рэйн Бэк это нас благословил. Он благословил и сказал, что мне нужно рожать, что у нас был секс. Я наступала на его часть. И вот в настоящее время мы планируем встретиться. Хорошо. Но Вы, эта ситуация дала Вам понимание, что желание женщины это вулкан, который нельзя снять. Вот эта ситуация сейчас Вас отрезила. Это не так ли? Вы можете согласиться с мужем. Это не значит, что Вы будете счастливы, как Вы сказали. Мы счастливы, поедем в Африку. Я Вам ответил, да. В том случае, если Вы не хотели в Европу. Ну, образ жизни, на самом деле. Это женщина, которой чего-то хочет, для нее вопрос жизни и смерти. Понимаете? Я об этом говорю. Об этом желаю. Это значит, что жизнь течет в этом направлении. И мужчина, который поставил стену в этом направлении, куда течет река, что происходит. Вода переполняет эту стену и дальше проевает. Происходит запруто плотины. Понимаете? Женщине не надо течь никуда, ей надо течь туда. Если он встает на стену, то дальше проевает и уже сметает его вокруг мужа. Как если, допустим, муж много лет не хочет, чтобы были дети, чтобы дальше происходит с Вами взрыв психики. Потому что свое желание в этом не сможет. Через желание женщины течет жизнь. Услышали меня сейчас? Не ответил на Ваш вопрос? Убалитель. Все, хорошо, движемся дальше. Я Вам тоже благодарен за Вашу скромность и разумность. Спасибо Вам. Итак, в этом различие психических функций мужчины и женщины. И обязанность человека заключается в том, чтобы понять эти различия и действовать правильно в соответствии с сознанием. Надо понимать свою природу и природу действовать человека. И действовать согласно этой природе. Женщина, которая не понимает свою природу, разрушает семью. И часто женщина во всем уступает мужу и не спорит никак ни с чем с ним. Но надо знать, что женщина – это сердце мужа. У мужчины нет возможности иметь компас самому, в какую сторону двигаться. Мужчина движется в ту сторону, в которой работает его природа. Часто это его заносит не туда, куда надо. Но женщина является сердцем мужа. Она может подсказывать. Если мужчина не слушает жену в ее подсказке, значит, он безумец. У него слепой взгляд. Он обязательно потерпит поражение в этой жизни. Когда женщина подсказывает, это не значит, что мужчина понимает, что так надо делать. Наоборот, он чувствует, что так не надо делать. Но если женщина что-то подсказывает, значит, надо согласиться с ней и учитывать это ее понимание в своей деятельности, в своей жизни. А? Ну, давайте, как бы, микрофончик. Микрофончик. Я понимаю, о чем мы девушку спрашиваем. У нас с ней о чем поговорили. Олег Геннадьевич, а если он не учитывает? Не учитывает. Ваше мнение. Это значит, что его не уважают? Да. Если женщина очень смиренно и покладисто относится к мужу, то он всегда учитывает ее мнение. Мы сделали статистику сейчас. Вы смиренно и покладисто к мужу относитесь? Внешне, да, но внутреннее уважения нет. За вот эти, не то, что вот оно было. Нет, нет, сдвинутесь с места. Ну, мужчина, сдвинутся с места. Вы готовы с женщиной жить? Сейчас на пол убрать и делают. Нет. Не готовы? Нет. Ну, тогда надо понять, что надо же, если вы хотите жить с мужчиной, надо понять его природу. Женщина подобно ветру. Ее легко сдвинуть с места. А мужчина подобный паровозу. И ветер должен двигать паровоз вперед, пока он не поедет. Когда он поедет, его уже не остановишь. Женщина должна работать как стрелочник. Она должна чуть-чуть переводить стрелку. А когда муж приходит уже на лекцию, он говорит, я сам сюда поделать. Она должна с ним спросить и сказать, да? Все правильно? Все получилось. Женщине Бог дает очень много чистоты внутри и возможности видеть направление. Но у женщины нет силы двигаться в этом направлении, а сила вся у мужчины. Поэтому, ну, женщине Бог дает видение чистоты и направления не для того, чтобы она кичилась этим и говорила, смотри, я чувствую истину, а ты нет. Не для этого Бог ей дает. А для того, чтобы она вдохновляла постепенно мужа и навязчиво почувствовать эту истину тоже. Если женщина не хочет трудиться над этим, вдохновлять мужа, она должна смелее вдохновлять мужа. Если она не хочет этого делать, она не получит своего женского счастья. Муж не пойдет в ту сторону, которая принесет ей победу и счастье в жизни. Ее реками потечет вот она. А как вдохновлять? Олег Геннадьевич, позвольте Вам... А вот так вдохновлять, как вдохновлять? Да. А вот так же, как девушка... Вот как Вас зовут? А? Зинаида. Она мне сказала, Олег Геннадьевич, я поражаюсь Вашей дуницею. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот так мужчины так говорят. АПЛОДИСМЕНТЫ Олег Геннадьевич, позвольте вот задать Вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот определенный набор фраз, которые говорить нужно мужу, когда хочешь его вдохновить. Ну вот такой конкретный пример. Где, где, где? Выбросить старые вещи из дома. Человека не вижу. Человека не вижу. Человека не вижу. Вот я. Как вот можно вдохновиться... Выбросить старые вещи из дома? Выбросить то, что хранится... Уже мы живем 32 года и есть вещи... Я сейчас Вам покажу, как это надо сделать. Не надо Вам уже на это вообще хоть на пять. Надо просто взять эти вещи все и унести куда-то под выглаз. Он никогда мне этого не простит. Подожди, подожди, подожди. Он вспомнит о каких-то вещах. Это значит, что их надо принести назад и не пробовать. Все остальное он не вспомнит. И это потом можно выкинуть. Спасибо большое. И он даже никогда не вспомнит, что это было у нас. Муж не привязан к вещам, а женщине вещи действуют на нее очень сильно. Когда ей в доме что-то не хватает, то ей это нужно. Но когда в доме слишком много вещей, женщина сильно страдает. Ей хочется от них избавиться. Она их дарит, кому-то раздает. И тогда она чувствует спокойствие. Потому что лишние вещи в доме женщина разрушает ее психику. Потому что каждую вещь она контролирует. И помнит в своей психике. И когда слишком много вещей, слишком много помнить надо, у нее за нас ума стоит. Хочется это все разнести, чтобы поменьше было помнить. А если хочется больше, значит муж будет это препятствовать. Бог балансирует все в жизни. Если у вас такая психика, чтобы еще больше. У мужа хочется больше. Желание больше. Желание больше. Желание больше. Это означает, что она не удовлетворена жизнью. В ней нет Бога в жизни, нет святости. Просто объяснить, что огромное количество статей и всего остального, что... Вы ничего не сможете ей объяснить. Вам надо ее учиться принимать. Просто смелиться с этим. Просто смелиться. Вы не сможете смелиться с женщинами. Смотрите, я сейчас кое-что объясню. Как вы думаете, что сделать мне нужно, чтобы вы меня поняли сейчас? Я сейчас вам объясню. Для того, чтобы вы меня поняли, я должен вас примять. Вот такой упрямый, категоричный, такой женщина, которая уже замучила свою родственницу. Я должен вас такой принять сейчас. Если я вас такой принял, то через принятие приходит знание в сердце человека. Вот, допустим, если вы ее сейчас примите, такой, какая она есть, и, ну, как бы, простите ей это качество, поймете, почему так. Это ее вид страдания. Она так страдает уже. Если вы это примите, тогда вы потихонечку можете на эту ситуацию начать влиять. И Бог вам даст знание, как на нее влиять. Если вы примите свою родственницу, то Бог вам даст знание, как на это все влиять. Скорее всего, ей надо отвлекать на что-то другое. Она всю жизнь, видно, к чему она стремилась. У нее был такой целеустременный характер. Теперь стремиться к ни к чему, она стремиться к печали. Надо ее куда-то направить. И такая вещь, и она оставит в покое. Это я почувствовал, потому что я ее принял. Я вот сейчас сразу дал вам ответ, потому что я почувствовал, потому что я ее принял. Но вы не приняли ее. Это означает ваше повреждение, которое разрушает вашу жизнь. Неприятие близких людей. Их недостатка. Вот есть люди без недостатков или нет? Чем ближе человек, тем больнее его недостатки воспринимают. И недостатки близкого человека становятся, как домоков меч в твоей судьбе. Они тебя мучают. И надо понять, что недостатки близкого человека – это обязательно твоя жизнь. Это то, что тебе нужно в жизни, чтобы стать лучше. Когда это понимание приходит, недостатки начинают таять у близкого человека. У меня, допустим, жена, она не любит рано вставать. Это неприставка любой женщины. Любая женщина любит спать. Особенно, когда мужчина рано встает, ей еще больше спать будет. Она расслабляется. Тем больше мужчин напрягается в жизни, и больше женщина расслабляет. И я сильно страдал какое-то время от этого. Потом я применял ее как бы черту характера. Начал к ней относиться очень богожелательно. И приходила всегда, говорит, пожалуйста, вставай. И уходи сразу. То есть не подняла, не мучила ее, а просто уходи. И она вставала уже. Начала вставать. Я сказала, да. А потом мне сказал, так хорошо рано вставать, мне так нравится, но тяжело. Она уже почувствовала это все. Видите, есть определенный путь, как поменять свою судьбу. Нужно сначала принять человека таким, как он есть. Всем знали, как это делать. Потом найти к нему очень мягкий подход, очень мягко помогать ему избавиться от этой проблемы. А потом он сам захочет от нее избавляться. Но пока ты не принимаешь близкого человека с его недостатками, это зона боли. Пока ты не хочешь принимать, ты бунтуешь. Это там находится более страдание человека, в этом пункте. А если глубже говорить об этой теме, то вы должны знать, что точно такая же черта характера есть у вас. Но она не находится в сфере вещей. Она находится в сфере отношений. Вы безудержно хотите, чтобы отношения были такими, какие вы хотите. Но не хотите уступать. Это жадность отношений. У вас такой же силой, как у нее веща. Поэтому она вас раздражает. Похожий черта характера всегда раздражает. Вы слышали меня? Надо просто исправить и все. Себя начать исправлять, принять действовать человека. Думать о святости. Потому что никогда не хватает сил исправить что-то. Силы берутся свыше. Поэтому людям не хватает только одного. Мне когда люди дал долго слушать лекции, они мне говорят, что они все понимают. Все понимают. Не хватает только сил жить правильно. И это правда. Это означает, что не хватает духовной жизни. Не хватает молитвы по утраму. Не хватает настроек. Не хватает контакта со святостью. Только этого не хватает человека. Все остальное у нас хватает в принципе. Современная судьба людей такова, что в наше время люди не получают правильное воспитание в отношениях. Поэтому все страдают личной жизнью. Невозможно найти хорошего человека себе для своей личной жизни. Это бывает крайне редко. В основном люди находят друг друга и испытывают страдальные отношения. Потому что нет знания как вести себя правильно. Когда человек говорит, Олег Геннадьевич, да он даже не хочет жить правильно. Он ведет себя отвратительно и даже не хочет себя менять. Поднимите руку, кто мне готов задать такой вопрос. Отвечаю всем сразу. Есть три слоя отношений. Первый слой называется невежеством. И то, что вы сейчас подняли руки, означает, что ваше отношение находится в этом слое. Не значит, что вы находите в этом слое. Ваше отношение находится в невежестве. В этом случае люди антагонистично ведут себя. Сила невежества так действует, что идет война в отношениях к себе. Когда люди находятся в страсти, они не близки друг к другу. Войны между ними нет. Но они играют в хорошее отношение. Люди в страсти обманывают друг друга и играют в хорошее отношение. А в сердце у них пустота друг к другу. Они стараются не трогать друг друга. Поднимите руку, кто попался на эту точку. Да, есть и такие. Часто в страсти не поднимают руки, потому что они обманывают и меня, и себя. Это нормально. Подождите, я еще не ответил. И люди в благости, они имеют объем работы, у них трудности есть в жизни. Но они признаются в этом себе и начинают трудиться в правильном ключе, потому что люди в благости стремятся только к знаниям. Они хотят только понять, как жить правильно, больше их ничего не интересует. Не знают, что когда приходит понимание, тогда приходит победа. Так вот, все, кто первый раз подняли руки, что есть беспредел в отношениях, знайте, что вам над отношениями работать не надо. Не надо пробовать близкого человека вообще, надо оставить его в такой. Вам надо делать следующее. Вам надо поставить алтарь дома и начать больше моляться Богу. Когда человек находится в молитве, живет в духовной жизни, с молитвой готовит пищу, с молитвой стирает, это женщины касается, то в это время духовная энергия наполняет все вокруг, всю жизнь человека. И из невежества жизнь выходит сама. Переходит страсть, отношения становятся ближе, а потом плавность. Видите, над отношениями работать не надо. Надо работать вот сама жизнь в этом случае. Когда человек в невежестве находится, не надо пробовать близкого человека, невозможно его исправить. Люди, когда в войне находятся, в боевых действиях исправить близкого человека, невозможно. И когда человек находится в страсти, тоже ничего не изменишь. Кажется, вроде мы договорились, но это все внешнее. Это все внешнее. Тоже не надо пробовать близкого человека, он не изменится. Эти сухие и холодные отношения останутся, пока ваше сердце не перейдет в ладость. В зону служения Богу, в зону молитвы, в зону внутренней жизни, прощения, радости, желания всем счастья. Когда в эту зону ваша жизнь перешла, то его сердце начинает таять само. Потому что я вам сейчас объясню этот закон, который я вчера об этом говорил, мне объяснил этот закон отношений, закон совместной жизни такой. В сердце человека находится озеро счастья. Это озеро ему дается по судьбе. У каждого свои возможности. И от него идут ниточки, как всем родственникам и друзьям. И когда близкому человеку плохо, то шлюз из этого озера открывается сам. Нам не надо об этом думать. Мы просто начинаем переживать за этого человека, когда воды не хватает уже. Когда количество воды меньше, чем возможно туда вылить. И начинается вот этот вакуум, который зовет в сердце и вызывает боль. Переживание за человека начинает. А само по себе отдача энергии происходит независимо даже от того, знаем мы об этом или нет. Поэтому с этой точки зрения не надо переживать ни за кого. Ой, я так волнуюсь за свой ребенок, он болеет. Если ты волнуешься, у тебя значит там воды не хватает. Веды говорят, что воду, вот эту счастье, можно пополнять только свыше. Надо перестать волноваться, надо начать больше молиться, думать о Боге. И когда сердце успокоится за вашего близкого человека, за ребенка, в этот момент вы найдете решение, как его вылечить. Знание приходит после того, как сердце наполняется энергией божественной счастья. Поэтому человек не должен волноваться и беспокоиться. Как солдаты меня мать пропожала, тут и вся моя семья надлежала. Ой, куда же ты, Ванек, ой, куда ты? Не ходи бы, паренек, во солдаты. Красные парни и штыки чаяются, без тебя большевики обойдутся. Это как раз неправильный подход жизни для женщины. Когда она пытается решить вопросы не с помощью духовной силы, а с помощью отчаяния, слез, страдания. Понимаете? Это значит незнание, отсутствие знания, как правильно действовать. Если есть потребность вот в этом отношении, есть боль, не хватает более козыря счастья, как и силы, то надо больше соединить себя с Богом. И тогда количество счастья, которое через тебя течет, хватит, чтобы близкому человеку, для того, чтобы близкому человеку было хорошо. Или чтобы он получил знания, как жить правильно. Или чтобы он исправился. Потому что если человек ведет себя неправильно, это то же самое страдание, только в неведении. Если семья лежит в три угла с отражнениями и болгеет, это не значит, что она не страдает. Она страдает в неведении. Душа у семьи такая же, как у нас. А нас точно так же страдает в неведении. Просто у нее нет знания, как жить правильно. Если энергия любви входит в сердце человека, а близкие люди связаны с нами, тогда эта энергия любви топит неведение. Я раскоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Понимаете? То есть энергия Божественная сила, которую в молитве человек получает, топит неведение. Но это происходит медленно, и поэтому мы не видим сразу результата. Так должен действовать человек в отношениях. Люди в благости сначала чувствуют в сердце чистоту в отношениях и начинают думать хорошо о близком человеке. А потом только с ним начинают беседу. Люди в страсти не заводят беседу вообще об отношениях, потому что они боятся этой беседы. Они знают, что ничего не получится. Они просто не разговаривают о главном. Они говорят о чем-то примитивном, как погода там, политика, фильмы всякие, еще что-то. Но о том, как мы живем, они не говорят бояться. Поэтому есть часто гражданский брак, людей в страсти. Потому что они не готовы честно признаться друг другу, что мы друг с другом с тобой друг друга не любим. Мы просто пользуемся друг другом. Есть воздействие и желание наслаждаться человеком – это не любовь. Любовь означает соединение вот этой чистой светлой силы двухсердец. Когда человек очень чувствует человека другого, первое, что к нему вызывает – уважение. Возникает сначала уважение. В первой каплике любви вообще даже не уважение, а просто я хочу прожить с этим человеком всю жизнь. Он такой странный, немного недостатков. Но так как я приняла этого человека, то есть я божественной вверх высшей любви, молитвы достаточно получила, святости, чистоты достаточно получила, и у меня хватает силы принять этого человека. Это первый каплика любви принятия. Мы понимаем над любовью, что я наслуждаюсь, обалдеть. «Мне хорошо с тобой, сникопатый душник праведной». Так балдеет человек – это не любовь. Любовь означает, что я достаточно в молитве провела времени, чтобы принять близкого человека. Я чувствую, что я могу приезжать домой, и мне не тяжело дома рядом с ним. Мне спокойно. Приходит спокойствие сначала. Я готова жить с этим человеком. Или готова жить с этой девушкой. Я готов жить с этой девушкой. Спокойствие. Я готов жить. Первая стадия любви. Вторая стадия, когда человек еще силы прилагает к отношениям, он начинает не просто видеть судьбу свою в этом человеке, потому что когда человек видит судьбу в человеке своем, он страдает всегда. В этом случае близкий человек является воплощенным экзаменом для него. Постоянно мучает. Когда человек приедет к человеку эти мучения, уже не такие сильные. А когда человек начинает видеть в нем что-то чистое и светлое, в этот момент приходит к нему уважение. Видение чистого и светлое в человеке возможно только в том случае, если мы ему служим. Служить человеку означает выполнять свою грязность. Если я веду себя правильно с ним, то у него в сердце это моя схема. Я веду правильно, он неправильно себя ведет со мной. Так очень тяжело жить, правда? Несправедливость. В любви же должен быть взаимообмен, а взаимообмена нет. Есть только в одну сторону, в одни ворота игра. И эта игра в одни ворота никогда не бывает. В этом случае Донат выйти из зала чуть-чуть. Донат устал, наверное, от моего голоса. И на этот монархин. Итак, смотрите, то есть никакой игры в одни ворота не бывает. Если человек честно, искренне служит, искренне человеку, с хорошим, честным чувством, то у него в сердце всегда возникает благодарность. Вот вы, допустим, слушаете меня, и вы думаете, Олег Геннадьевич, блин, не подойдешь, не задавшь лично вопрос. Чувство это за ерунда такая. Пришла на лекцию, я тут что-то с ним лично поговорю. Это неправильное чувство. Это означает эксплуатировать, используя, Олег Геннадьевич. А вот слушать лекция означает благодарность. Вот если вы подходите и говорите, Олег Геннадьевич, я спасибо, я все понимаю. Или все пойму, я благодарен вам за ваше знание. Бог сам решит все ваши вопросы. Потому что я тут ни при чем вообще. Я просто для вас являюсь представителем того, к кому вы на самом деле пришли. И не конкретно вселенной. Пришли к тому, кто сидит в вашем сердце. Просто через меня, если я правильно себя веду, он будет действовать. А если неправильно, то нет. Это совесть ваша вам дает знание. И мне для достаточно стеренной надобности отношений с вами, чтобы совесть ваша дала вам эти знания. Но если вы будете несливее навести себя, так же знание закроете. Но если совсем необходимо пообщаться, то можно подойти. А лучше спросить из зала. Потому что когда человек открывает свое сердце, то Богу это очень нравится. Не секретничает, а открывает сердце. А человек секретничает, значит, что он не хочет решения проблемы. Я заметил, что те, кто открывает сердце, они и решают все проблемы. А те, кто не открывает, они не доверяют. Они любопытствуют. И так взаимность медленно развивается. Это нужно время. Сначала близкий человек внешне ведет себя плохо. Он любит. Или женщину, допустим, капризничает. Наклеет. Мы все наклеим друг перед другом обязательно. Потому что отношения мужчины и женщины переполнены эгоизмом. Они собраны из одного только эгоизма. И их надо поменять в любовь. В этом цель человеческой жизни и семени. Эгоизм превратить в любовь. Сначала мы просто наслаждаемся телом друг друга, балдеем друг на друга. Это эгоизм. Надо научиться сначала принять человека. Потом служить ему так, чтобы у него в сердце появилась благодарность. Вот если мы искренне служим ему, он не может не принять это. Вот если вам что-то доброе сделают, вы можете быть неблагодарными или нет? Никто не может быть неблагодарным. Можно вести себя неблагодарным. Но в сердце благодарность будет обязательно. Потому что благодарность – это не то, что мы хотим или не хотим принимать. Она от нас не зависит. Она возникает сама, как утверждающий фактор того, что вы действуете правильно. Если вы правильно любите себя с близким человеком, благодарность копится в его сердце. И дальше происходит удивительный момент. Если первая стадия отношений – это всегда игра в одни ворота, всегда я служу за большего человека и прощаю. Но если я это делаю бескорыстно, не желая ничего назад, то тогда в этом случае он становится настолько благодарным, чтобы потом наступила вторая стадия. В моем сердце спокойствие, а в него чувство неполноценности в отношениях. На второй стадии отношений у вас появляется возможность мягкой, спокойной и горькой правды. В этом, смотри, я для тебя все делаю. Тебе, наверное, надо тоже как-то стараться для меня что-то делать. Потому что иначе это будет плохо. Иначе отношения будут разрушаться. И так как у него в сердце благодарность, то он не может не слышать. В основном он не слышит друг к другу близкого. Допустим, вы заметили, вырос в друг к другу близкому, что вы говорите, как будто в ушах затычки. Он ничего не слышит, то что вам нужно. Потому что обожрение заставляет человека быть слепым. Он не слышит близкого человека, его воли, его нужду. Это слепость не дает. Но если мы служить начинаем друг к другу, то тогда что происходит? Благодарность заставляет его слушать. И вы если мягко и нежно, потому что разум только в настроении, в атмосфере любви работает. Если вы начинаете с обидой, с отчаянием, со злобой говорить для своему человеку правду, то разум закрывается. Хоть благодарным, благодарным. Но если вы говорите мягко, по-доброму, ненавязчиво, как будто бы не ему. Чуть-чуть ему так говорит. Не сильно, а чуть-чуть ему говорит и правда. Вот тогда оно проникает в самое сердце, и человек начинает задумываться. И даже в этом случае он сразу не следует. Нужно время, чтобы он это осознал, понял. Постепенно он это поймет. Понимаете, о чем я говорю? Это путь единственно правильный. И когда вы будете служить близкому человеку, выполнять свои обязанности перед ним, то в этом случае интересный феномен возникает. Его благодарность открывает в нем также хорошие качества. И вы начинаете верить в этого человека. Верить, что я правильно его выбрал. У каждого человека душа, у каждого человека есть то, на что можно верить. У каждого человека. Я говорю, я не того себе нашла. Нет, просто это большое объем работы все. Это каждый человек, это душа. Душа прекрасна, как по своей природе. Есть такие люди, которые настолько сильны душевно, что они вообще не видят людей от грехов. Видят только чистые и светлые дни во всех людях. И они просто, их жизнь прекрасна. Потому что они сияют в отмастере этого видения. Этой чистоты человеческой. Они сияют в этой чистоте. И окружает только чистота. И жизнь прекрасна. Насу жизнь не такая прекрасна. Потому что мы не способны видеть чистоту. Мы не настолько сильно служим людям, чтобы чистота отдалась для нашего сердца. Поэтому мы страдаем в виде недостатка близких людей. Это называется сознание пчелы и сознание мухи. И пчела, и муха оба стремятся к счастью. Муха летит к счастью и с челами летит к счастью. Когда пчела летит к счастью, она не замечает ничего, кроме нектара. Любви, чистоты в душе другого человека. Или в цирке. Она стремится только к нектару. Она обибает все нечистоты, все неприятности. Ей хочется только нектара, только чистоты. И она, когда берет от нектара, она не в себе это несет, а более. Это она принесла опять какие-то. Когда у нее нет сил летать, она что кушает дальше? Испражнение? Нет, пчела кушает только мед. Который она сама же и носила. Но муха, она тоже летит к сладкому муху. Ей хочется сладкого. Но по дороге она видит, что бардак. Надо разобраться в этом муху. То есть почему такой беспорядок? Она в ЭТГ залетает, начинает разбираться там с этим со всеми. И потом там у нее заводится апаршин. Она с удвольствием сладкий вкус и живет в Геозе всю жизнь. Поэтому пока человек не поймет, а почему она в ЭТГ, потому что ей больно. Больно за это безобразие. Больно за безобразие. Она не может вообще терпеть беспорядок. Пока человек не научится видеть чистое другому, он не сможет быть счастливым. Беспорядок справляется тоже от видения чистого человека. Когда мы видим, что это человеке чистое, и говорим ему правду, он принимает. Когда мы не видим, что это чистое, он не может принять правду. Итак, вторая стадия любви – это вера в человека. Она называется верность. Верность. Верность – огромная сила. Когда между людьми возникает верность, это, знаете, такой магнит, который многие вещи меняют. Верность, например, написано, что женщина, которая верит в своего мужа, верна. Верна означает видеть светлое в нем, чистое. Да, она верит в своего мужа. Нет, это не верность, это не слепая вещь. Я буду так от нее. Это все нормально, это хорошо. Но это не верность, это парадизм. Верность означает, что ты видишь в нем чистоту в этом человеке. Это верность. Это значит, что ты достаточно ему служил в своей жизни, чтобы ее видеть. Достаточно служил этому человеку. Мы, служа человеку, получаем награду. Видим чистоту в человеке. Мать служит своему ребенку, видит в нем чистоту. Видение этой чистоты исправляет его от ребенка, делает его хорошим человеком. И верность, когда женщина верна мужу, видит чистоту в нем. И эта сила достаточно сильная. Его никто не может убить на войне. Невозможно решить его в жизни. Это описано бедой. И также в русском, в кинематографе, там, наверное, песни в русских. Да. Люди это чувствуют сегодня. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от снегки меня темной ночью спасает. Помните, да, песня? В темную ночь, только пули свистят по степи. Только ветер гудит в рада, и по звезды мерцают. В темную ночь, ты, любимая, с моей спишь. И в детской плаватке, как-то тайком, ты слезу оброняешь. Да? Почувствовали, что такое верность? Да. Верность это уникальная сила, дающая очень полноценную, глубокую любовь в отношениях. Это настоящая любовь, понимаете, возникает когда. Это. И ради этого стоит жить. Не ради того, чтобы сексом заниматься, как некоторые думают. А ради вот этого стоит жить. Потому что сексом пять минут познавался, и все. Ну, там, чуть побольше, может, какой-то чуть-чуть. Вот. А верность, она дает счастье всю жизнь. Но это еще не все. Это не последняя стадия развития любви. Есть еще искренность. Я как-то ехал в такси, и таксист крутил какую-то музыку. Вдруг, неожиданно, там какой-то композитор, я уже не помню, как его зовут. Был юбилей его свадьбы, 50-летняя, по-моему, золотая свадьба была. И он начал откровенничать по поводу отношений со женой. И я был поражен как раз то, о чем я думал. Я ехал на лекцию, и я услышал ответ от Бога через этого человека. Он сказал, что все, что я в жизни сделал, все самое лучшее в моей жизни – это вдохновение, которое исходит от моей жизни. Называется искренность отношений. Искренность она дает такой синергизм у людей, такую взаимность, такую силу, что человек чувствует, что все самое лучшее, все, что у него в жизни было – это благодаря присутствию человека. Не после смерти его. У нас у всех это после смерти возникло. Уход от Сусли. При жизни он это сказал. Она живая сейчас. И он об этом сказал так. Время золотой свадьбы. Понимаете, о чем я говорю? Это означает высший уже пик развития отношений международной жизнью. Бесконечное счастье. Но к этому надо идти же, мои хорошие. Это труд. Ай, Евгений Ильич, а мне не повезло, мне не такой человек, мы с ним несовместимы. Святой человек совсем несовместим. Нет проблем в совместимости. Несовместимость означает греховность. Мы греховные, поэтому мы страдали в отношениях. У нас есть экзамены жизни, которые надо выполнять. И есть три стадии отношений к экзамену. Первая стадия. Я против того, что со мной так согревают. Это не справедливо. Хочу разрушить эти отношения. Мнения не нужны. Вторая стадия. Это закрывать глаза. Ну да, есть у меня такое. Ну еще страсть, но как мы проживем. Это страсть. И третья стадия. Увидеть. Увидеть правду. Правда такова, что не положено вот так же. Это правда. И дальше наступает счастье. У счастья всегда сначала идет знание. Для счастья человек должен сначала получить знание. Потом горький вкус правды в свою жизнь. А потом сладкий вкус счастья. Как результат. И интересно значит, когда человек получает знание, то все вместе сочетается. Сначала горький, потом сладкий вкус. Знание входит в сердце. Горький вкус раз возник, сладкий потом идет. Славкий в виде чувства победы. В виде ощущения, что теперь у меня в жизни все будет хорошо, потому что я понял, как правильно. Так современная жизнь такова, что очень тяжело создать семью. Большинство людей не могут даже создать семью. Причина заключается в том, что они живут не в том слое общества. Люди, которые когда-нибудь живут невежественно, то есть невежество означает злоба, ненависть, вражда. Как, допустим, сейчас люди разделились на два лагеря. Одни ненавидят украинцев, другие русские. Это невежество. Чистейшего бы невежества. Есть социальная необходимость определенного поведения у правителей. Социальная необходимость, обусловленная опасностью для страны. Так? И бывает так, что у одной страны одна социальная необходимость, а у другой другая. Они противоположными становятся, когда наступают боевые действия. Каждый отставит свои интересы. Но, когда люди начинают ненавидеть друг друга, это не признак разума, а признак разрушения. Разрушение жизни общества. Люди могут сражаться, отставить свои интересы. Но ненависть означает разруха у всех. Ненависть никого не защищает и не спасает. Она разрушает всех, кто чувствует себя правым. И те, кто не чувствует, кто чувствует право с любой стороны. Все разрушаются от ненависти. Понятно, да? Такая же ненависть может пойти в семью. Это означает невежественная жизнь. Дальше что делать? Только они будут. Это духовная практика. Не надо дальше ничего делать с отношениями. Они невозможно их воскресить. Когда люди живут в невежественном слое, не могут выйти замуж. Женщина не может выйти замуж. Она невежественная себя ведет. Она постоянно мечтает о божих мужчин. Мечтает о божих мужчин. Мне нужен такой человек. Я хочу такого человека. Это невежество. Нет, нельзя. Я не договорил еще. Но зато и сбросил. Хорошо? Женщина для того, чтобы выйти замуж, она должна вести себя как женщина. Она должна служить обществу как женщина. Она должна учиться дружить. Учиться заботиться об у всех. Учиться отношения строить. Энергии любви отдавать. Не ждать ее энергии любви, отдавать. Когда она так все ведет, первое, что происходит, она уже в этих отношениях, которые она имеет, не в отношениях супружеских, а в отношениях, которые она уже имеет, в какой-то момент она становится самодостаточной. Ей становится хорошо просто потому, что она как женщина себя реализовала. Начинает заботиться, служить и все ей хорошо как женщине становится. И в этот момент, когда ей становится хорошо как женщине, потому что она всем служит, что происходит? она становится сильнее мужского начала. И мужчины выстраиваются в ряд перед ней, она выбирает уже. Она не нуждающейся становится, она становится выбирающей, за кого выйти замуж. Так должно быть. Субтитры создавал DimaTorzok